Здравствуйте! В студии Анна Свидовская. Это программа «Такой день». Для вас самые важные новости региона. В этом выпуске. В Белгороде на месте трагедии на Щерса побывал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Сегодня там же начали демонтажные работы. На тот момент мы не знали размера бедствия. Злость была к врагу нашему, который просто бьет по мирным жителям. 12 мая теперь останется днем трагедии для белгородцев. Расскажем истории тех, кто, не давая волю эмоциям, помогал вытаскивать людей из-под завалов, ликвидировать последствия обрушения подъезда из-за вражеской атаки. Людям, которые в одночасье лишились всего, пришла на помощь благотворительная организация «Святое Белогорье против детского рака». Как там организована работа? Мне же дедушка помогает. Полудерочки, водички набери, мне принеси. Я у этого вылью, болью понемножку. Вместе сквозь года супружеская пара из Шибекинского села отмечает 60-летие совместной жизни. Расскажем их историю. В Белгороде на месте трагедии на улице Щерса побывал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он занимается вопросами преступлений киевского режима. Дипломат отметил, что удары по нашим мирным районам, в том числе ЧП 12 мая, откровенное нарушение международного гуманитарного права. Обстрелы Белгородской области уже 20 мая обсудят на заседании Совбеза ООН. Вот это одно из тех мест, где было откровенное нарушение международного гуманитарного права. Поэтому все детали, которые сейчас разбираются компетентными органами, которые собираются здесь, которые я должен был увидеть, часть из них хотя бы своими глазами, вот чтобы убедиться, быть уверен в достоверности информации, которую мы предоставляем и которую будем, опять же, оглашать на международных площадках. Потому что сейчас эта тема не пройдет мимо ОБСЕ. Это имеется в виду наша делегация, которая работает на площадке ОБСЕ. Мимо Совета Безопасности ООН тоже не пройдет. В ближайшие дни назначены заседания, где будут рассматриваться, в частности, вопросы по использованию западного вооружения, которое используется Украиной против гражданского населения. То, что здесь происходит, по нашему определению, это преднамеренный удар по гражданским объектам. Вот когда разрушается здание, когда рядом здесь нет ничего, вы сами это видите, никаких военных объектов, военно-промышленных объектов, когда наносится удар непосредственно по жилью и такое количество людей гибнет, это международное преступление. И это военное преступление. И, соответственно, за него должна наступать ответственность. То есть в нашей компетенции это ответственность международная. И мы не тешим себя иллюзиями о том, что прямо сейчас западники возьмут и сдадут тот режим, который они содержат, который они вырастили. Но наша задача донести достоверную информацию до мирового большинства. У нас есть заявленное, по крайней мере, обсуждение на ближайшие дни, по-моему, на 20 мая заявлено заседание Совета Безопасности ООН, где будет рассматриваться вопрос использования западного вооружения Украины. И, в частности, для ударов по гражданским объектам, фактически для убийства и кровопролития гражданского населения. То есть, по крайней мере, вот это заседание уже заявлено. Какие будут еще? Ну, сейчас мы над этим работаем. Сегодня же на Щурса 55А приступили к демонтажу поврежденной части дома. Напомним, реконструкции подлежат два подъезда. Третий, на который пришелся удар, и соседний второй. Остальные секции останутся неизменными. Специалисты изучают проблемные вопросы, которые возникли на старте работ. Достаточно сложно наверху, вот там где трещина на плите, там, по сути, сложилась ситуация карточного домика. Какую плиту не возьмешь, все остальные посыпятся вниз. Мы сейчас принимаем решение, что с этой ситуацией делать, как вытащить, так, чтобы не было обрушения в дальнейшем. Потому что, как себя поведет остаток этого здания, пока не очень понятно. Ну, начнем с того, что вот немножко облегчим. Вот висят, по правой стороне, если отсюда смотреть, висят у нас элементы плиты, элементы дверей, там, еще чего-то. Вот, в первую очередь, сейчас снимем это, облегчим вот эту конструкцию. Ну, и потом будем заниматься верхней частью. В ликвидации последствий того страшного ЧП на Щерса принимали участие десятки человек. МЧС, полиция, Росгвардия, бойцы территориальной самообороны и просто неравнодушные белгородцы. Все объединились в трудные для всего региона часы, когда люди с надеждой ждали, что их родных, находившихся в квартирах третьего подъезда, на которые пришелся основной удар, удастся спасти. С несколькими из тех, кто не остался в стороне по долгу службы или по зову сердца, встретилась наша съемочная группа. Их истории в репортаже Кирилла Мусаева. В момент страшной трагедии спасатель Михаил Розеньков находился на служебном выезде. Обследовал один из домов после очередного вражеского обстрела. На тот момент мы не знали размера бедствия. Злость была к врагу нашему, который просто бьет по мирным жителям. Хотя все мы прекрасно знаем, что там никаких военных объектов нет. Там просто люди в воскресенье находились дома, отдыхали. Вот эти вот эмоции. Эмоции были только то, что быстрее, 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 чтобы, возможно, кто-то еще был под завалами, чтобы растянуть и достать, помочь. Михаил, несмотря на всю сложность ситуации, а в тот день сигналы ракетной опасности звучали регулярно, разбирал завалы, помогал пострадавшим. Мы развернули лестницу и с четвертого по шестой этаж по лестнице спускали людей. Волонтеры подбежали, местные жители там, ребята подбежали. Спасибо им большое. Мы продолжали вручную разбирать завалы, камни, кирпичи, какие-то остатки плит, арматуру. Это все разбирали в надежде найти кого-то. И так получилось, что все-таки нашли, парня нашли, он буквально почти 6 часов пробыл под завалами. И когда чуть-чуть там какую-то часть разгребли, услышали его голос, что он зовет на помощь. Ребята ему дали кислород, потому что было возгорание, задымление большое было, и человек мог просто задохнуться. Он подышал кислородом, ребята пробили к нему лаз и тем самым эвакуировали его. Он, наверное, в рубашке родился, практически без серьезных травм, его оттуда достали. Не остался в стороне Евгений Цуканов, глава управы. Узнав о случившемся, сразу же выехал на место. Евгений также помогал организовывать пункты обогрева для сотрудников спецслужб, доставку вещей и продуктов на место ЧП. И так до глубокой ночи, после нескольких часов сна, ранним утром продолжил работу. Самому как-то было и печально, и жалко, и хотелось плакать. Но на работе мы не должны этого показывать. Мы должны помогать людям. В этом заключается первоочередная задача и, наверное, наша работа. Для всех, кто работал на месте трагедии, еду также готовил одно из белгородских кафе. Об этом узнали через новости. Очень сильно испугались. Решили каким-то образом помочь людям. Также приготовили сэндвичи. Приехали волонтеры, забрали сэндвичи, отвезли их на место, где работали службы спасения. После обстрела 30-го числа управляющие решили, что мы будем помогать скорой помощи и МЧС в таких сложных условиях. Будем предлагать сэндвичи, супы, горячие напитки, как потепело лимонады. И это все, конечно, бесплатно. События последних лет, варварские террористические атаки 30 декабря, 12 мая, стали настоящим испытанием для белгородцев. Перед лицом общей беды сплотились все. И только так можно преодолеть даже самые трудные времена. Кирилл Мусаев, Эдуард Горева. В такой день на Мире Белогоря. Людям, в одночасье лишившимся всего, необходима и гуманитарная помощь. Узнав о трагедии, руководитель благотворительной организации «Святой Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк сразу обзвонила своих помощников. Через час все были в офисе на Архиерейской. Разослали объявления по соцсетям. Первой за помощью обратилась девушка, которую достали из-под завалов и чья квартира превратилась в руина. В том, что для белгородцев чужой беды не бывает, в очередной раз убедилась Наталья Войтенко. Тарелки, посуда, кастрюля, чайник, утюг. Буквально через час после трагедии на Щерса в офисе «Святого Белогоря против детского рака» уже были первые добровольцы. Эта благотворительная организация давно вышла за рамки той помощи, которую оказывала изначально тяжелобольным ребятам и их родителям. Евгения Кондратюк с такими же неравнодушными дни напролет раздавала гуманитарку, когда киевские формирования яростно обстреливали Шебекина, Грайворон. Не в стране и сейчас, когда без крыши над головой остались жители белгородской многоэтажки. Квартира Данила и Марии была в том самом третьем подъезде. От однушки на седьмом этаже остались лишь воспоминания, делится парень. К счастью, сами супруги не пострадали. В тот роковой день они возвращались из другого региона и, будто почувствовав беду, по пути остановились у мемориала в честь героев Курской битвы. Когда мы уже гуляли рядом с памятником, нам уже пришли сообщения, что сначала рядом с нами попхали, а в дальнейшем уже узнали, что это третий подъезд, показали видео и по видео мы поняли, что можно уже домой не торопиться. То есть увидели, скажем так, только две стены от нашей квартиры. Сейчас молодая семья разместилась у родителей. Данил говорит, из вещей осталось лишь то, в чём были, как и у многих других соседей. Верхние одежды, паспорт и всё, что у них осталось на данный момент. Есть люди, которые лишились дома, но у них есть возможность хотя бы собрать это. То есть, ну, мне кажется, многие сейчас нуждаются, грубо говоря, во всём. Это у вас 50-52, обувь. Волонтёры рассказывают, люди, в одночасье потерявшие всё, зачастую не могут сориентироваться, что нужно на первое время. Здесь стараются найти подход к каждому. Спрашиваем, где он остановился, есть ли ему на чём спать. Предлагаем матрас, раскладушки, подушку, одеяло, постельное бельё. Это самое первое необходимое. Полотенце, ночные сорочки. Бывают люди, которым абсолютно сложно, они теряются. Мы подсказываем, спрашиваем, наводящие вопросы. Что у вас осталось? Только та одежда, которая на вас. Возможно, вам нужны сменные носки, возможно, вам нужны сменные штаны. Из этого и формируем заявочку. На складе, под который временно приспособили игровую благотворительной организации, уже было всё необходимое, поясняет Евгения Кондратюк. После прошлогодних событий в Шибекино стараются поддерживать запас товаров и сезонных вещей разных размеров. А в этом месте, к примеру, готовые к выдаче продуктовые наборы. Ну вот, в принципе, можно здесь посмотреть. Вот крупы, конфеты, сахар, масло подсолнечное, мука, тушёнка, горошек, кукуруза, овощные консервы. И ещё кофе мы кладём, кофе и чай. Помочь стараются всем, что пригодится людям, чьё жильё пострадало от обстрелов в ИСУ. В наборы мы включаем всё, начиная от нижнего белья, зубных щёток, продуктовые наборы, бытовая химия. И заканчиваем там даже раскладушки, утюги, чайники, кастрюли, посуда. Ну, в общем, стараемся максимально обеспечить. А если у нас чего-то вдруг нет в наличии, чаще всего это может быть с одежды. Например, размер не подошёл. Мы записываем, номер телефона записываем, приобретаем индивидуально и связываемся потом с человеком и передаём. Мы сейчас, мне кажется, в Белгороде одна большая семья, и нам надо держаться друг за друга. Действительно, каждую историю здесь пропускают через сердце. Хотят не просто поддержать, а подарить надежду, что вместе можно справиться с любыми невзгодами. Вот и у нашей героини Маши за последние несколько дней всё же нашёлся маленький повод для едва уловимой, но искренней улыбки. Клёвые. Ну, я думаю, должно. Отлично. Теперь давайте выберем костюм. Наталья Войтынка, Павел Емелин. Программа «Такой день» на Мире Белогорья. Сирены, которые регулярно звучат, вражеские атаки, конечно, отражаются и на эмоциональном состоянии. Не каждый может справиться с этим самостоятельно. Для тех, кому необходима поддержка, в круглосуточном режиме работает номер 122, а также горячая линия областной клинической психоневрологической больницы. Можно позвонить на 122, и специалист полцентра переведёт на наш звонок, либо непосредственно по телефону 8 939 836 0236 звонить. И он работает круглосуточно, а специалист непосредственно при звонке окажет ту помощь, которая необходима человеку. Квалифицированные специалисты ответят на вопросы, выслушают и предоставят консультацию. «Свонят белгородцы с такими обращениями, как тревога, панические атаки. Белгородцы боятся обращаться в психоневрологическую больницу. Они считают, что если они обратятся, то у них возникнут какие-то проблемы в будущем. Но это далеко не так, потому что люди обращаются не к психиатру, а к психологу. Им оказывается психологическая помощь. И главное, чтобы люди не оставались один на один со своими проблемами». На базе диспансера клиническая психоневрологическая больница можно получить и очные консультации. Предварительная запись по телефону в Белгороде 35 92 50. Далее хорошая новость об успехах наших школьников. Старооскольцы – призеры Всероссийской Олимпиады. Старшеклассники Илья Кувшинов и Владислав Данилов завоевали право без экзаменов поступить в любой вуз страны. Оксана Черных познакомилась с ребятами и разузнала, насколько им труден учение «Путь». Педагоги называют его уникумом. В свои 17 Владислав Данилов уже проявил себя практически во всех игровых видах спорта. Парень также любит большой настольный теннис. На днях Старооскольец стал призером Всероссийской Олимпиады школьников по физической культуре. Влад повторил свой прошлогодний успех. Я ехал и был уверен в своих силах. И когда я узнал, что я призер, я обрадовался, никаких великих эмоций не было. Я понимал, что институт у меня есть, у меня есть какие-то финансовые мотивирующие составляющие. Шел к цели с седьмого класса. Вместе с учителем Владимиром Борзенковым Влад шаг за шагом отрабатывал теорию и усиленно тренировался. На двоих одна цель. Я шесть лет прозанимался футболом. После чего на некоторое время остановил это занятие и направил свои силы в сторону баскетбола. Прозанимался там год и вернулся опять в футбол. Все это сопровождалось подготовкой к Олимпиаде. Мечтой об Олимпиаде жил и другой лицеист Илья Кувшинов. Под руководством преподавателя Марины Ровенских несколько лет посвятил углубленному изучению литературы. В месяц Илья прочитывает минимум три книги. Это художественная литература и специализированная аналитическая. Например, труды Лотмана, Гаспарова, Набокова. Усилия вознаградились. Илья стал призером. Для меня это, наверное, одна из вершин моих достижений, потому что это даже не 100 баллов на экзамене. Это даже не какой-то выпускник, допустим, как у меня дети учились в МГУ, вы поступали. Это совсем другое. Это вот ребенок, которого ты взрастил, которому отдал все, с которым вместе занимался, вместе развивался, с которым было очень интересно. Я думаю, что для Ильи особенно это абсолютно заслуженный, награжденный его труд, который мы ждали, этот результат. Я ждала его больше всех. И, в общем-то, мы получили то, чего хотели. Сирийская Олимпиада – это больше не про результат, а про процесс подготовки к этому результату. Поэтому это дает умение учиться, дает желание заниматься литературой, разбираться в сложных вещах. Поэтому сейчас я с нетерпением жду следующего года, чтобы вновь поучаствовать. Илья планирует поступать в Московский государственный университет на факультет международной журналистики. Интерес есть не только к родному, но иностранному языку. Но прежде он снова пройдет путь участников Всероссийской Олимпиады школьников и попытается победить. Вот если там есть человек-прагматик, хоть учитель, хоть ученик, который, учитель ставит своей целью, допустим, высокий результат, да, ребенок ставит своей целью, там, не знаю, 100 баллов по литературе, вряд ли это получится. Получают только те, кто просто этим живет. Просто ради собственного удовольствия. Мне было просто очень интересно работать с этими детьми, им было просто очень интересно заниматься литературой. Оксана Черных, Дмитрий Желяков, программа «Такой день» на Мире Белогорье. И в завершении история наших земляков, которые на протяжении 60 лет сохраняют свою любовь и показывают пример отношения к труду и родной земле. Сегодня Международный день семьи. Наша съемочная группа встретилась с бриллиантовыми супругами Марией и Иваном Мальцевыми. Мария Федоровна 82, Ивану Ивановичу 86. Оба посвятили жизнь колхозу. Она была свекловичницей, он механизатором. Познакомилась пара около 60 лет назад, можно сказать, случайно, во время строительства соседского дома. Раньше строили дома, ну, хаты. Зывали женщин, мужчин. И мы мазали хатыны. Ну, помогали. Помогали. Там мы и познакомились. Время было трудное, и на привычное нам ухаживание его не оставалось. Ко всему, в том числе и отношениям, был практический подход. Построили дом, сразу занялись обустройством хозяйства. Вначале родилась дочь Валентина, а через несколько лет – Василий и Владимир. Малыши проводили в садике по шесть дней, пока родители трудились в полях. Нагат Иван Иванович уезжал на целину. Бывало такое, что иногда дети узнавали его не сразу. Темно приходишь, темно уходишь. Сумку волокешь, тяпку волокешь. Пойдем в оконушку, поглядим, что они делают. Назад. Вместе прошли, как говорится, и огонь, и воду. В старом фотоальбоме – фрагменты воспоминаний. 60 лет рука об руку. Их жизнь – пример терпения, заботы о детях, друг о друге и любви к труду. Даже сейчас, уже на заслуженном отдыхе, насколько позволяет здоровье, ухаживают за огородом. Перец сладкий, длинный, короткий, с прорезью внизу. Вот вы говорите, вы руку сломали, да? Тяжко же управляться одной, вот со всей этой рассадой. Ну, я мне же дедушка помогаю. Ковидерочки, водички набери, мне принеси, я вот этот вылью и волью понемножку. Куда бы я ни пошла, я сказал, всю жизнь проискал тебе. Чего ты пошла, мне не сказала, где ты пошла. Или упадешь где-нибудь, голова закружится, или опять упадешь, ногу сломаешь или руку. С такой же заботой Мария Федоровна относится и к мужу. 15 лет назад у Ивана Ивановича диагностировали сахарный диабет. С тех пор супруга пристально следит за рационом. Несмотря на больную руку, сама печет для него специальный хлеб. Бабке своей говорил, я говорю, мне Бог послал к тебе специально, чтобы все было хорошо. Вот так и вышло. Криков никаких не было, руганий нет. Мы детей воспитали удачно. У людей хуже. Не было ругаться. Да. Все семьей собираются по праздникам. Но тем ценнее и теплее такие встречи. Несмотря на то, что воспитывать и прививать духовные, нравственные ценности тогда времени не было, дети переняли лучшее от своих родителей. Старшая дочь Валентина с супругом скоро отметят 42-ю годовщину свадьбы. Средний сын Василий и его жена прожили в браке более 30 лет. Ну а младший Владимир – 25. Надо символом подходить к этому вопросу. Какие-то конфликты, друг другу вступать. Ну а я, например, делаю. Дорогая, а как же написано? В горести, в радости, в печали. Трое детей, пятеро внуков, трое правнуков. 16 мая их общая история перешагнет 60-летие. Свадьбу они так и не сыграли. Однако их дети признались. Без праздника в бриллиантовую годовщину маму с папой не оставят. Анна Свидовская, Вадим Кулинич. Программа «Такой день» на мире Белогорья. На этом пока все. В студии работала Анна Свидовская. Оставайтесь с Первым областным, чтобы быть в курсе событий региона. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Увидимся в следующих выпусках такого дня. Берегите себя.